Стресс от сборов и перелётов провоцирует порой чрезмерные реакции на самые незначительные раздражители. Игнорировать ситуацию психологи не рекомендуют. Недовольство может изрядно подпортить отпуск или даже отношения между супругами. Чтобы не усугублять, стоит сохранять нейтралитет. Не стоит сразу вступать в коалицию с кем-то, ни со своим мужем, ни с тем человеком, с которым он поссорился. Вы рискуете вызвать конфликт либо с той, либо с другой стороны. Поэтому в данном случае лучше оставаться спокойным, не вступать в эту ситуацию, но продолжать общаться и с теми, и с другим достаточно спокойно, уравновешенно, показывая своим видом уважение. И то, что вы не придаёте большого значения этой ситуации, этому конфликту. Разговаривая с соседкой, можно в середине разговора спокойно сказать, сожалея от той ситуации, которая произошла, сказать, что обычно мой муж достаточно спокойный, видимо, тревога, видимо, самолёт, так собирались, волнуемся, вот так произошло. То есть, тем самым косвенно извиняясь за эту ситуацию. Вот таким образом вы некий комплимент даёте мужу, что обычно он спокойный, да, и в то же время извиняетесь. Вот. Уже один на один, да, тет-а-тет с мужем можно переговорить, обсудить эту ситуацию и сказать, я как-то не ожидала, что так произошло, что с тобой, ты, вероятно, тревожишься, ты, вероятно, волнуешься. И, ну, тоже достаточно мягко дать обратную связь.